Александр Зинович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что уделили время для нашего студенческого проекта Вице-Консерватории. Вы человек, который достиг успеха. Народный артист России, кандидат искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве и юношестве. Что повлияло на ваш выбор профессии? С удовольствием я вспоминаю свое детство. Я родился в семье не музыкантов, но людей очень музыкальных. Отец мой был кораблестроитель, инженер-конструктор. Он возглавлял Центральное конструкторское бюро по кораблестроению. А мама была учителем физики и весьма в этом преуспела. Вот. Они оба очень хорошо пели. И после войны, после Великой Отечественной войны, в нашем доме появилась пианино. И сначала обучалась моя старшая сестра. И мне это очень нравилось. А потом где-то с четырех лет решили учить и меня. Но так как отец был связан с морем, то меня, естественно, притягивала и романтика морских походов. И тут еще осложнялось тем, что через забор от нашего двора находилось переходное училище, где начальник училища был очень близкий друг нашей семьи. А с его дочерьми я учился в музыкальной школе. Поэтому общение с семьями шло так, что я успевал и позаниматься, но не всегда охотно, потому что надо было успеть и погулять, и в дворе. И тогда еще были заброшенные пустыри, где можно было найти массу интересного для таких экстремальных, как сейчас говорят, игр. И посетить все, так сказать, учебные помещения мореходного училища. Так продолжалось до окончания мной музыкальной школы. И когда стал вопрос о том, где учиться дальше, я никак не мог сделать выбор. И, наверное, я настолько надоел своим родителям, что дотянул до последнего дня сдачи документов. Они ушли на работу, оставили документы мне и сказали, ну, в общем, мы вернемся в пост. Ты реши, куда ты хочешь, и куда сдашь документы, там и будешь учиться. Вот и я терзался целый день сомнениями. И где-то уже к концу рабочего дня я сел на велосипед и отвез документы в музыкальное училище. А потом я уехал учиться в Кишинев. Мне вообще везло на педагогов. Моя первая учительница была замечательная Кира Павловна Дедова, которая училась в институте Гнесиных, тогда еще, вернее, в училище Гнесиных. А учительница в старших классах была такая Александра Васильевна Каменская, которая училась еще до революции в консерватории Шарвенко в Берлине. Так что вот такие вот школы встретились на мне. И это было очень хорошо. А в училище я занимался с Усофией Анатольевной Зюзиной, которая была ученицей профессора Позняковской. И это была уже Петрократская, Ленинградская школа. И когда я попал в Кишинев, я попал в руки потрясающего музыканта Александра Львовича Соковнина, который был учеником Леонида Владимировича Николаева. Это тоже можно считать Ленинградской школой, хотя Леонид Владимирович окончил Московскую консерваторию Васильевича Сафонова, который в свою очередь окончил Петроградскую школу. Так что здесь вот так все переплелось. А после окончания, ну уже в консерватории там состоялись различные конкурсы, межреспубликанские, межреспубликанские, которые сложились для меня довольно удачно. И уже на последних курсах консерватории судьба свела меня с Дмитрием Александровичем Башкировым, к которому я и приехал поступать в аспирантуру. И вполне успешно сдав экзамен, был зачислен на стационар, что было весьма непросто, потому что тогда аспирантуры не были столь многочисленны. Ну достаточно сказать, что тогда давали на фортепианный факультет, было три места всего. А поступало четыре выпускника москвича. И плюс еще приехавшие, среди которых, значит, был я. А по результатам экзамена получилось так, что у меня был где-то второй балл. И вот, значит, так как надо было взять всех москвичей, то нас взяли пять человек. Я его назову сейчас фамилией, и вы поймете, что это был потрясающий курс аспирантура. Это были Володя Крайнев, Коля Петров, Алла Постникова, Лена Татулян и ваш покорный слуга. Вот, как вы понимаете, я очень счастлив, что я был в этой команде. И мы сохранили удивительные дружеские отношения до последних дней Кори и Володи, несмотря на их разногласия. Вот, и до сих пор поддерживаем отношения с Аллой Постниковой. Самые дружеские, самые теплые. И не случайно сын Аллы, сын Геннадия Николаевича Рождественского, Саша Рождественский, учился у меня уже, когда я работал здесь. Я думаю, что это был такой акт доверия. А когда я оказался здесь, в консерватории, сначала я жил в общежитии на Кисловке, там было весьма многолюдно, а потом, это только осваивался, это новое общежитие на Грузинах, и его только открыли, и, значит, мне удалось перейти туда, сначала на раскладушку, потом уже на нормальное место. И я оказался в одной комнате с замечательным, талантливейшим скрипачом Мишей Безверхним, это ученик Юрия Исаевича Инкелевича, который учился тогда на третьем курсе, по-моему. И как-то мы тогда вообще... Я не знаю, как сейчас живет общежитие, сейчас очень трудно попасть туда. А в наше время, во всяком случае, для консерваторцев был довольно свободный доступ, и, может быть, в силу какой-то... Я не знаю, как сейчас принято говорить, коммуникабельности. Вот меня как-то вовлекли в консерваторский круг и ребят, которые жили в общежитии. А жили в общежитии замечательные музыканты Гриша Житлина, Майкель Сельцер и Миша Майский, и Раду Лупу. И, в общем, это был потрясающий круг. Лиза Вильсон, масса-масса музыкантов, Аркаши Севидов, Юра Слесарев. Все это, как говорится, один этаж. Мы устраивали такие концерты. Там был небольшой этот зальчик, который назывался «Красный уголок», и каждые субботы мы устраивали самое... Причем это были энтузиасты, ребята оркестрового факультета садились и играли в такой камерный оркестр. Кто-то хотел, выступал солистами. Это было очень хорошо. И так как доступ был в здании свободный довольно, то приходило очень много консерваторцев. Миша Безвердия после этих всех... или в ходе этих всех музыцирований сказал, почему бы нам не поиграть вместе в камерном классе. И он привел меня в класс выдающегося педагога Татьяна Алексеевна Гайдамовича. Вот. И мы, значит, начали музицировать, привлекли к нашим занятиям еще велончелисты Мирона Ямпольского. И сыграли три уже с того еще на «Классный вечер» у Татьяны Алексеевны. Она замечательно с нами занималась. Ну, ее... Перед ней трепетала вся консерватория. Вы знаете, в консерватории есть в истории консерватории личности, которые можно назвать такими столпами, такими несущими конструкциями. Вот. То, благодаря чему, кому, вернее, консерватория жила и развивалась именно как органичный художественный организм такой, если можно так сказать, который не утрачивал своей значимости на протяжении всей полуторой вековой истории. Вот к таким личностям, безусловно, относилась с Татьяной Алексеевной. И она тогда предложила нашему трио готовиться к конкурсу в Мюнхене, что и произошло спустя восемь месяцев. И закончилось тоже весьма успешно. Плюс я, значит, учился в специальном классе у Дмитрия Александровича. и это вообще незабываемые годы жизни и то, что из безусловного кумира моей юности и молодости и зрелости он стал большим моим другом. Для меня это одно из самых больших достижений в моей жизни. Так же, как и работа в классе Татьяной Алексеевной, где мы потом пережили очень многое. потому что у нас, как всегда бывает, менялись составы. Скажем, Мирон Ямбойский уехал за границу. Миша Безверди позже решил заняться сольной деятельностью и весьма успешно. Он стал победителем конкурса в Брюсселе. А к этому времени мы уже выиграли три конкурса Мюнхен, Белград и Будапешт уже с Михаилом Уткиным. А потом на смену Миши Безвердием пришел Володя Иванов. Я счастлив, что меня судьба свела с моими коллегами Владимиром Ивановым и Михаилом Уткиным и что две трети моей весьма долгой жизни пришлось на не хочу сказать работу на служение камерной музыки и музицирование в составе московского трио. Это вы знаете, мы, наверное, не случайно вошли в книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий ансамбль в одном составе. То есть в одном составе мы сыграли 47 лет. Это такого не было в истории и нашей исполнительской культуры и за рубежом тоже. Не будет уже не будет. Я с удовольствием вспоминаю и концерты. Это были разные концерты. Мы объездили, конечно, весь Советский Союз. Достаточно, скажем, больше, чем в 200 городах играли. И это были города от Чукотки до, скажем, Калининграда и самых западных границ и от Заполярья до Кушки, как говорится. То есть везде это были и маленькие городки, и студенческие общежития, и рабочие общежития, и заводы, и на траулерах, где угодно. Но есть большая проблема у молодых исполнителей, молодых начинающих артистов, которые оканчивают Московскую концертурию, любую концертурию, и демонстрируют явный потенциал к занятиям артистической деятельности. Что бывало, что было абсолютным правилом в пору нашей молодости, это когда мы приезжали после конкурсов. Конкурсов тогда было не так много, и они были очень значительные. Это потом стали в каждом итальянском дворе по конкурсу, и все одинаково значимые. Я не хочу обидеть никого, но в свое время ходил такой анекдот, что человек лауреат конкурса, какого? Он квартальной премии ЖЭКа. Ну вот так. Скажите, пожалуйста, как вы справлялись с неудачами, и в чем находили мотивацию для продолжения творческого пути? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Дело в том, что опять же возвращаясь годам мучения и годам какого-то становления, если можно так сказать, личностного, я вспоминаю, что мои учителя, опять же, я возвращаюсь к тому, что мне очень повезло. Они всегда говорили, что артист имеет право на неудачи. Это то, что сейчас практически исключено в артистической жизни. Сейчас считается, что человек должен быть, не важно, как он играет, он должен быть успешен. им должны восхищаться, ему должны кричать браво, не важно, играет он сегодня гениально или завтра он может играть скучно и все, но если у него есть как говорится, как называется, лейбл, да? Вот. И он успешен, если ему создали хороший пиар, то он практически права на неудачи не имеет. Потому что если он будет сыграть неудачный концерт, получит плохую прессу, то от него могут отказаться. И это неправильно. Потому что неудачи бывают разные. Бывают неудачи творческого порядка. Не те представления о исполняемом произведении, которые я вынашивал, оказываются жизненными. и от них приходится отказываться. Именно потерпев неудача и надо уметь пересмотреть эти воззрения. Не надо быть упрямым и говорить, что я все равно прав. Безусловно. Вот. Тогда если ты действительно любишь музыку и действительно хочешь ничего. Понимаете, есть разные вещи. Понять, постичь и добиться успеха. Это разные вещи. Вот меня так воспитывали, что, скажем, процесс репетиции, процесс занятий собственных, он может доставлять даже больше удовольствия, выступление на сцене. Хотя там совсем другая обстановка, но вот получать удовольствие от того, что ты что-то находишь, что-то услышал, что-то интересное. И это помогает преодолеть, скажем, какую-то неудачу, преодолеть даже фиаско какое-то. это не так страшно. Я помню, что когда мы вернулись после Мюнхенского конкурса, где, ну, как говорили и до сих пор в Мюнхене вспоминаю, этот конкурс, там было два-трио наших, которые получили первое и второе премия, мы получили второе, потому что там мотивировали тем, что те были старше и у них это было последнее конкурс, поэтому надо было поощрить. Ну, вообще, они замечательно играли, их готовила та же Татьяна Алексеевна, так что ничего обидного не было, но когда я пытался, я помню, рассказать Дмитрию Александровичу, Татьяну Алексеевну, что мы хорошо играли, что это не потому, что мы вторые, что мы плохо играли. И мне тогда Дмитрию Александрович сказал, продолжайте играть. Через три дня все забудут о том, какую прививу получили. Но если через год вы будете продолжать играть и освоите новый репертуар, и вас придут слушать, значит вы победители. Вот так я стараюсь передавать это своим ученикам. А возвращаясь к той мысли, с которой я начал, что для молодых музыкантов сейчас большие проблемы, потому что когда мы возвращались после конкурсов, это как-то связан, то издавался обязательный приказ Министерства культуры, который отмечалось в участии в конкурсе, победа и поздравления педагогам обязательно. И дальше шла такая фраза госконцерту, союз концерту, росконцерту включить таких-то новых лауреатов в план всесоюзных и международных гастролей. Это был приказ министра, и никто его не мог ослушаться. То есть таким образом молодые исполнители попадали сразу в атмосферу вот этой концертной деятельности. И они себя чувствовали нужными. ведь самое главное для артиста это чувствовать какую-то востребованность. Не так ли? В конце концов, даже небатериальное положение имеет значение. Хотя это немаловажный фактор, но я должен сказать, что в первые годы, когда мы начали концертировать, мы получали хороши какие-то и в общем жили весьма так. Я помню, с Мишкой безвертим мы закупали макароны и варили их на кухне и нам хватало так мешочек макарон, копишь и глядишь, на месяц хватает. Вот. Поэтому, когда говорят, что сейчас трудно, всегда было трудно, всегда трудно. важно только для чего ты делаешь. Конечно, если ты можешь заработать, кто же будет возражать, но зарабатывать любой ценой, по-моему, не стоит. Я вообще все время возвращаюсь к мысли о педагогах и о консерватории, которую я сейчас имею в виду московской консерватории, которую я очень люблю. и не перестаю восхищаться, потому что я застал замечательное время, когда вы даже себе представить не можете, когда по этим коридорам ходили Гилец, Оистрах, Костропович, Коган, Зак, Флер, Флер. То есть это вообще было какое-то что-то невероятное. Это была такая аура, в которой ты буквально купался. Десятый класс, который сейчас превращен в подсобку для профессорского буфета, в нем ежевечерне репетировал квартет имени Бетровина. Причем даже во время войны, понимаете, и даже при разных отношениях между членами этого квартета они могли порой даже не разговаривать, но ежевечерне в девять часов в десятом классе садился репетировать квартет Бетховена. И если ты тогда можно было заниматься до одиннадцати, если ты задерживался в консерватории, ты мог подойти, постояв под дверью класса, послушать эти замечательные музыкантов. Вот. А какие были блистательные хоровые дирижеры, они такие были все встоки статные, Александр Васильевич Свешников и Клавдий Борисович Птица и Владислав Геннадьевич Соколов. Это духовики легендарные, Еремин, Орбит. Потрясающе. Причем мы их все знали и они все нас знали. Они могли остановиться в кередоге. Поздоровался, спрашивали, как ваши дела, как ваши успехи. Понимаете, может быть, не знаю, не хочу даже гадать, может быть, они даже не всегда знали, кого они приветствуют, потому что студентам все равно больше чувствовал какую-то заинтересованность профессоров в своем развитии, в своей учебе. Это буквально несколько слов, которые говорили, что ну как дела. Вот я, например, когда захожу в лифт, я всегда студенту спрашиваю, как дела, куда едете, что играете. Вот. Выходя, я говорю, желаю успехов всем. Александр Женович, а что вы посоветуете студентам, которые сейчас учатся в консерватории? Я посоветую учиться. Учиться. Я вы знаете, здесь очень многое зависит от нас, от педагогов. потому что я считаю, что самая главная наша задача это научить учиться, чтобы человек хотел учиться. у есть, просыпается какая-то жажда вот этого познания, и ему уже ничего не будет страшного. Он все время будет двигаться, потому что он умеет научиться воспринимать все, что его окружает, воспринимать тонко, воспринимать значимо, вырабатывается какое-то мировосприятие, которое влечет за собой мировоззрение. Правда? Читать надо. Я вот сегодня у одной студентки спросил, кто был королем вальса в Вене во времена Брамса. Он сказал Штраус. А они, я говорю, были знакомы? Ну, наверное, встречались. Абрамс писал вальс? Не, Абрамс, вальс. Ну, что? Приходится напоминать, понимаешь? Но люди играют в это время какое-то сочинение Брамса. Ну, возьми, полистай. У нас же не было интернета. Мы же сидели в читалках. Если ты хотел что-то узнать, ты дошел в читальник. А как Татьяна Семеновна замечательно приобщала студентов в культуре. А у нее был класс. Вот если я вам назову сейчас десяток фамилий, которые учились со мной в одно время. Это Витя Третьяков, Володя Спиваков, Криша Жизнин, Таня Гриденко, Миша Безверзий, Дора Шварцберг, Боги Петрушанские, Володя Вярдо, Ира Медведева, Володя Иванов, Миша Уткин, Давид Гиринграсс. Понимаете, вот в этом кругу, еще можно массу назвать людей, было очень интересно учиться. И ей было очень интересно учить. но она могла так сказать, скажем, было невероятное знание вообще в области литературы, живописи. Она могла упомянуть какую-нибудь картину, скажем, какой-то сюжет, какой-то картины, и ты должен был продолжить разговор, ну, скажем, назвать художника, назвать какой-то, если ты этого не мог, ты никто не упрекал, никто не говорил, что ж ты, нет, ну, не знает, не знает, но ты на следующем раз, ты уже приходил, и я с порога выдавал, что это художник такой-то и такой-то, или если бросалась какая-то стихотворная строка, то ты должен был продолжить, не мог, значит, вот вот так приобщали людей культуре. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас домашние питомцы и как они влияют на вашу жизнь? У нас есть домашний питомец, я вообще очень счастлив в моей семье, у меня замечательная жена Ксения Олеговна Дверянская, и у нас очень хороший сын, который Александр Александрович, уже вполне взрослый, 15-летний, который занимается музыкой, весьма небезуспешно, хотя тоже не все просто, и у нас есть, я бы сказал, хранитель нашего очага, это такой песик, Чихуа, Ква, Плутон его зовут, это очаровательное существо, которое с нами ездит всегда и повсюду, и замечательно путешествует, и очень любит, и нас всех любит, и мы его тоже. Александр Дзиномич, спасибо вам за столь интересную беседу. Спасибо. Вдохновение вам и крепкого здоровья. Спасибо. Буду рад новых встреч. Спасибо.